братцы всем привет я монтирую видео а вы его скоро увидите и в процессе этого монтажа я сижу и понимаю что у меня улыбка не сходит с лица на самом деле это происходит потому что я переживаю наверное каждый этот фрагмент каждое это видео и вот когда ты когда приезжают ко мне я не могу назвать всех людей которые ко мне приезжают покупателями потому что это не продажи это все-таки приезжает мотокурсовцы это не приезжает покупатель это приезжает мотокурсовцы это приезжают люди которые Ну, не будем сейчас сдаваться, а то это я могу договорить на полчаса только одного этого текста, и вы не будете все это слушать, скажете, скучно и так далее, и так далее. В общем, Михаил и Илья. Значит, это наши покупатели. Илья вообще 4 единицы техники у нас купил. Значит, эти люди сделали гимномотокурсы, которые вы уже во втором ролике можете слышать. А Михаил сочинил полностью текст. Я не буду говорить фамилии, называть фамилии, потому что, наверное, это не очень корректно, но ребята знают, да, о ком идет речь. Значит, и, соответственно, Илья подключился. У нас есть общая группа среди наших покупателей, как вы знаете, да, группа Мотокурс. И, значит, Михаил прислал текст и говорит, вот гимна Мотокурса. А Илья тут же подхватил, говорит, у меня есть возможность, я сейчас там аранжировки вот это все сделаю и так далее. И вот в результате родилось вот это вот произведение, которое, на мой взгляд, оно просто, ну, во-первых, оно максимально отражает реальную действительность. Да, и, во-вторых, оно достаточно классно выполнено, причем ребята переживали больше, чем я, потому что Михаил там переписывал несколько раз тексты. Илья там делал постоянно эти аранжировки, я уже, он мне присылает вариант, я говорю, нормально, он говорит, подожди, там еще вначале будет соло, там еще потом и вот там то-то-то. В общем, в итоге, это то, что вы сейчас слышите, это, кстати, не финальный вариант. То есть, там еще идет работа и работа продолжается и так далее, и так далее. Братцы, огромное вам спасибо. Это, на самом деле, ну, для меня, конечно, и не только для меня, на самом деле, а для всех нас. Вот, я говорю, мы делаем это мероприятие, вездеход, кстати говоря, скоро он будет, мы сейчас пока предварительно могу сказать, что мы на 1 июня его мыслим. Вот, но что это за мероприятие? Это мероприятие, где люди на 200-кубовой, 4х2 техники, моноприемной, преодолевают серьезнейшие маршруты, которые, собственно говоря, и для 4х4 серьезнейшие маршруты. Те ребята, которые с нами едут, они по-любому с нами едут на 4х4, присоединяются и так далее. Они в какой-то момент, они, наверное, изначально все думают, ну, если там 4х2 проедет, то я уж там вообще, там, как нечего делать проеду. На самом деле нет, то есть, где-то есть какие-то участки, есть какие-то места, где даже, может быть, 4х2 интереснее проезжает, а 4х4 за счет габаритов, веса, то есть, там, мы идем по более узкой колее, а ребята там садятся и ковыряются точно так же вместе с нами. Вот, поэтому маршрут этот всем интересен. И основной момент в том, что здесь собираются наши покупатели, это вот наши одногрупчане уже, да, в данный момент наши друзья. То есть, мы собираем людей, которые у нас приобретали нашу технику, которые, соответственно, эту технику хотят эксплуатировать. Эксплуатировать не только там в каком-то бытовом утилитарном формате, но и в формате там какого-то развлечения. И, соответственно, собираемся и едем вот на этот маршрут. И это тоже очень-очень важно, потому что это нужно. Потому что это нужно, и я это понимаю и чувствую. И, соответственно, мы все действительно в любую... В прошлом году у нас был вездеход, у нас, по-моему, просто ехали на этот вездеход и лил дождь. Стивно лил дождь. И мы все там в дождевиках каких-то были, еще там в чем-то. Ковырялись в этих лужах, на камеру постоянно лилась вода. Съемки, конечно, получились ужасные. Но само мероприятие получилось отлично. И все остались очень довольны, несмотря на то, что мы там и об камни разбивали там, тормозные диски и еще что-то там у нас происходило из поломок. Но это не важно, все доехали. Кто-то не доехал, а у пробиона развалился подшипник на валу. Да, и вот его мы в лесу спрятали. А потом ребята также, наши подписчики и участники данного мероприятия, приехали с прицепом, сами его выковырили, отволокли туда, загрузили. Тем самым нас очень здорово выручили. Сейчас приезжают очень много людей, ну, кто действительно покупает вторую, третью. Вот, кстати говоря, опять же, наши уже вторичные покупатели, да, так скажем, значит, Светлана и Сергей, приехали покупать квадроцикл. А я в этот момент, я сейчас не вспомню, не буду врать, но я был реально занят. Я был реально занят. И я приезжаю, и мне Таня говорит, там все, ребята купили, все там замечательно, все здорово. Я говорю, блин. То есть, ну, у меня расстройство. То есть, у меня расстройство, что я не смог приехать, что я не смог пообщаться. Почему? Потому что все очень интересные люди. Потому что эти встречи всегда очень приятны. Вот теперь можно вдвоем. Пишу, возьми. Погнали, дети, уже поумеют. Второй вы, да, берете? Да, второй. Понравился Ирбис? Одного мало, да. На семью нужно побольше. Сколько на одном ездить, нужно, поняли, что два. Сколько прошло это, получается? В августе. В августе купили, а вот сейчас второй, да? Мы решили сразу в августе, что нужен второй. Ну и правильно. Ну, поздравляем с покупкой. Красиво. В общем, чем это видео нам с вами сегодня будет крайне полезно? Оно будет полезно тем, что здесь вам информации свои, вот, своими впечатлениями. Вот приезжал Сергей, значит, проходил тест-драйв и поделился своими впечатлениями. Он не продавец, он не какой-то нанятый там актер, как сказал Александр. Я не нанятый актер. Сейчас к Александру подойдем. Александр тоже у нас постоянный. Покупил у нас снегоходы покупал, теперь квадроцикл у нас купил. Ну вот Сергей приехал, прошел сравнительный тест-драйв, поделился своими впечатлениями. Братцы, мы с Сергеем открыли сезон тест-драйва Сигвэй Хайсан. Хайсан сегодня вообще первый выезд, на самом деле. Можно сказать, начало обкатки. Сергей приехал к нам. Откуда Сергей? Углич, Ярославская область. Ярославская область, Углич. Выбираем себе первый полноприводный квадроцикл, правильно? Так. Рассказывайте. Ну что, катался на Сигвэе, катался на Хайсане. Сигвэй это мотоцикл с возможностями квадроцикла. Нет, это даже больше, чем квадроцикл. А Хайсан, ну это просто какой-то квадроцикл. Мой выбор однозначно вот. Сигвэй? Сигвэй однозначно. Причем именно с возможностями. Что именно понравилось? Сейчас поясню. Тут рулежка, подвеска. Но вот все элементы, которые влияют на ХДВ качество техники, здесь даже не на голову выше, а вот прям на порядок. На порядок это кому непонятно в 10 раз. Драйв, динамика, подвеска. Все, что хочется от езды. Драйвовой езды. То есть вот несмотря на то, что здесь 570 кубов, вот есть вот это вот ощущение, да, драйва, навалить, подхват, подрыв, управляемость. Вот здесь 550 кубов, здесь 570. По ощущениям, если брать, то... Здесь литр, да? Да, здесь литр, а там пол-литра, если брать ощущения. То есть однозначно сегвэй. Какие квадроциклы еще смотрел до этого? Ездил на RM800. Понравилась посадка, больше ничего не понравилось. На RM800 посадка лучше, чем на сегвэе? Нет, она почти такая же хорошая, как на сегвэе. Почти такая же? Почти такая же хорошая. Да, окей. А, эти CF-мото смотрел. Какие? Все. То есть начиная там с 500 кубовой до литра, по-моему, там литры были. Что там, посадка не понравилась вообще? То есть я на нее сел, у меня сразу заболела вот эта часть, переход бедра в спину. То есть у меня было ощущение, что я снова сел на 300 кубовой квадрик. То есть тест-драйв, короче говоря, окончательно поставил точку выбора, и больше вопросов нет? Больше нет у меня никаких вопросов, то есть вот это мой выбор, однозначно. И пару слов буквально о маршруте. Как маршрут? Что понравилось, не понравилось? Ну, маршрут нормальный. Ну, по мне, слишком много грязи, мне так столько ее и не надо. Это вот это много грязи сейчас было? Ну, да. Ну, раскрылся, по крайней мере, по всем. Ручьи проходили? Да, ручьи там проходили, то есть какие-то водные преграды. В общем, понимание, представление о возможностях техники получилось. Скорость набрали, да? Да, да. То есть вот я волновался, что, может, его на дороге не хватит. Да, вот такой кому-то, не знаю, момент, важен, не важен. На дороге его мощности прям вот... Не скажу, что за глаза, но до 60 он прям вот... Пульнул. Я просто увидел даже по плохой дороге. Мощности хватит. Мощности хватит, однозначно. Ну, не знаю, может, если, конечно, травмировать... Тем более, если по асфальту, если есть, я говорю, вот на этом мы сейчас на грязевой резине еще. То есть она и тяжелее, у нее и протектор другой. А если на стоковой резине, вот по более жесткой поверхности, грунтовка, асфальт и так далее, там будет совсем подругой даже подрыв, еще круче. Курок газа мне у него не очень понравился. Такой прям очень приятный, тактильно, но... Информативный? Информативный, все как надо, на мой взгляд. И, опять же, ну я не знаю, как она в эксплуатации будет. Когда она может развалиться через 50 километров, может быть, в такой момент... Есть уже статистика по себе. Вы едете на Сигвей, на котором ты сейчас креном. Вот. Причем грязи и меса. Не вот как мы сейчас ездили, а реальной грязи. А для грязи и меса, я вообще не знаю, ну а зачем его в грязь запихивать? Ну, кому-то, может, надо, но для этого, может, надо что-то другое взять. Нет, нам надо именно проверить Сигвей с точки зрения его возможностей. То есть по грязи. Ну, мы для чего это делаем? Грязь, я на нем залез. Мы вообще, это не грязь, нет, Сергей, это не грязь. Мы это что начали делать? Мы начали, когда подписчики нам сказали, а что Сигвей может в грязи или не может? Мы его лифтанули, вынос сделали и так далее. Первый год же, брат, все помнят, да? Мы катались на стойке и кайфовали. Но потом, когда вопросы пошли, а где грязь-то, где серьезное что-то, вот мы его подготовили, и прошлый весь год, и этот год тестируем по серьезной грязи. Поэтому статистика, даже тысяча, вот там около 1100, наверное, на моем, ну, не знаю точно, там сколько, не смотрели? Тысяча, там, 50, может. Это на 60% прям жесткий-жесткий гряземес. 1073. 1073, вот, на данный момент. Так что, вот такие вот дела. Как вам первое? Степан, расскажи, как я первое. Да. Ты за рулем, Геннадий, скажи. Да. Будет. Грязь, болота и сугробы, встречи с ними, мы готовы проезжаем каждый раз, с криком душных газов. А я вам говорю, братцы, это сегвей. Сегвей, он по-другому не ездит. у меня очень много запросов именно например тут дмитрий какая какой квадроцикл лучший я в этот момент впадаю в ступор потому что не столько всего нужно у вас спросить теперь после этой фразы что это теперь должно длиться я не знаю уже сразу полчаса потому что надо понять для чего квадроцикл какой у вас бюджет как вы планируете использовать в планируете там грязи мест или вы планируете просто за грибами или вы планируете по городу ездить там условно данных больших скоростях вы будете есть один вы будете ездить вдвоём или вы там хотите чтобы вас дети еще ездили до условно у вас есть права и вы планируете официальным там эксплуатируетер написал для каждого человека мы все разные одному нужен утиль потому что он будет возить дрова из леса на прицепе в город никогда на нем не сунется другому нужно что-то вот средняя до драйвовая кайфовая там что носится например там так далее третьему нужно просто там доехать до озера там погребы съездить у одного бюджет там 300 тысяч а у другого 2 миллиона поэтому прежде чем ответить вопрос я должен понять что что вам нужно и тогда только дать рекомендацию и вот просматривая подобного рода видео подобного рода видео у меня на канале очень много раньше их называл история покупок сейчас они в том же ключе продолжаются почему потому что это реально очень хороший дает стартовую площадку для тех кто собирается выбирать технику и на что вы ориентируетесь вы либо смотрите обзоры какие-то да но как правило вы смотрите обзоры либо где рассказывают действительно продавцы либо рассказывают блогеры и есть плюс обзоры которые снимают сами владельцы снимают просто вот на телефон у тебя купил проехала у меня вот так и такие такие впечатления они рассказывают каких-то узких как правило каких-то моментах таких вещах до которые не дают общей картину мне по крайней мере а вот здесь у нас люди приобретают эту технику они рассказывают как они к ней пришли из чего они выбирали что им именно их впечатлило что им понравилось тогда так далее из этого конечно же можно подчеркнуть массу полезной информации угадайте братцы сколько квадроциклов мы покупаем скажите всем здрасьте позже вы хотели что-то сказать я не нанятый актер люди реальная техника реальная все реальное видео реальное да так что у нас идет выбор до квадроцикла полноприводного полноприводного квадроцикла это когда не грязью забился чтобы нога у вас не скользила вот так вы будете стоять уверен все поехали александр говорил сколько угодно можно рекламировать хайсан хозяину мотосалона но когда ты узнаешь на чем хозяин сам есть это лучшая реклама так у меня их два у меня же есть и этот и этот 550 я вижу на чем ездите я в шуфтов лес да конечно будет на хайсане я не спал порядка пяти дней всю прошлую неделю я не спал я сидел на ютюбе я сидел на форумах итоге выбор сильный да не хотел коротыш но только из-за того что он дешевле там порядка 80 тысяч но еще раз спросил жену будешь со мной ездить она сказала отлично ну что я могу сказать отличный выбор я ничего другого сказать не могу я сам себя люблю жизнь квадроциклиста она всегда насыщена и интересно причем интересно абсолютно разными приключениями мы сегодня встретились теперь уже у александра александр придумал сам себе прозвище нет я не скажу боитесь что все прилипнет но вы сами сейчас все поймете почему как бы чего у нас тут такого веселого опять происходит вы не помните где у вас удлинитель с воронки видимо по дороге где-то потерял короче он там убил новую воронку удлинитель слетела теперь он в баке да и я уверен что не мы одни ключ повернули тормоз нажали зеленую пыль и назад смотрим зеркала ты норма пардон вот это полный привод получается а вот это у нас получается вот она разблокировка при нажатой вот он крестик стоит заблокировано а при отпущенной разблокировано какой у вас пойдет а вот так вот люди купят да и сразу знаешь что за человек хороший был человек был был на оккупился весь и был хорошо подходит нравится кого они жрать ну ладно мы на выставке все видели собственно вашу дом построил деревья посадил два сына и дочь вырастил и сверх нормы пора собой заняться поэтому для себя любимого коня купил затягивает затягивает снегоходов до началось и теперь не остановить затягивает youtube канал на такую стрелять так что встретимся встретимся в лесу почему в итоге сегвей в первую очередь дизайн дизайн понравился на самом деле самый красивый квадроцинку который я видел говорят что он только для путешествий не для грязи а мне нужно для путешествий срослось все взрослось довольны скажу когда приеду делать то пока да пока да пока очень я счастлив отлично александр у нас помимо постоянного покупателей помимо нашего как правильно сказать у этих ребят это собутыльники но у меня вот сейчас по-другому другое слово не подбирается вот участник наших всех мероприятий правильно сказать но все-таки первое слово просто бутыльники она правильно мы когда будем вместе спасибо большое лучшему дилеру владимирской области вот награждение как как ирбис буквально спасибо огромное вкусный кстати очень приглашаю на ром хоть но на один собирается официально приглашаю приезжайте я не можно даже достигла и сейчас получу номера удостоверение тракториста и приеду на вас категория нету b1 тоже не туда в правах в обычных но там категория хитрая с круглым рулем то один я не помню ой а просто b1 какая-то хитрая да 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 нет я сейчас и вы решили в гостех надзоре я уже онлайн учусь осталось сдать экзамены теорию и практику я думаю квайским уже будут права все еще раз мои поздравления давайте до новых встреч до новых встреч пока пока вот ребята приехали нижегородскую область приехали звание от сутра хоть уже много времени на самом деле прошло звание от сутра дмитрий то все там 5 10 поговорили у нас сейчас есть новые сейчас будут обзоры на самом деле есть очень интересные неплохие квадроциклы без псм без псм на моноприводные квадроциклы булли и я обязательно расскажу в чем на мой взгляд мы как вам известно если вы смотрите канал мотокурс мы выбираем технику мы выбираем именно из ряда ну одноклассников скажем так и по определенным критериям потом мы сначала но естественно как любой человек мы выбираем ее по каким-то определенным критерием вот грубо говоря а потом мы начинаем тестировать и тестировать мы начинаем жестко тестировать мы начинаем шуту тестировать мы начинаем новоуловского то есть это очень очень серьезно маршруты и я считаю что если квадроцикл хотя бы один раз прошел этот маршрут и не сломался то при обычной эксплуатации два года у вас в запасе то есть потому что на этих маршрутах техника конечно имеет сверх нагрузки и вот ребята приехали с нижегородской области забрали два булли 200 есть центры дилерские ближе есть собой нижегородской области где эта техника продается так далее ребята взяли машину мы договорились они приехали в киржач и в киржач и именно в киржач и именно мотокурсе точнее правильно искать приобрели эту технику так еще и матрешек нам подарили целый набор и так далее так далее ребята с нижегородской области и не с пустыми руками лебедка рулит зачем я по бездорожью не катать огрузить как ты в газель будет фото курс огромное спасибо помогли все сделали спасибо этого обалдеть ну расскажите это у вас делают это матрешка да мы сами это делаем производим вы прямо занимаетесь производством класс давайте посмотрим что там внутри много матрешка современная молодежь не знает что такое матрешка вообще красота сейчас катюху прям вот так вот на квадрике да мы фишки вы будете теперь фишки вешать давай матреш спасибо большое спасибо с кого начнем не знаю екатерина екатерина как александр горит это не актеры не актеры спасибо вам за квадроцикл вы мне скажите почему этот квадроцикл почему пришло во первых задачи на ю тубе вас увидели так вот увидели на ю тубе посмотрели отзывы почитали вот большим плюсом оказалось то что он спасаем вот нам это актуально и нам это нужно вот цена качество так скажем как будет никого берете ну больше наверно для детей перевожу берем себе а то там видно будет погибли по ягодаемся может быть побольше может быть еще там уже как пойдет но вы недалеко от нас относительно даром шестином ягода 50 минут у нас в середине это будет везде коп на них мероприятие мы будем бороться покупать или цепи к вам ехать резину в резине и да 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 на это вряд ли царина цвет вы выбираете да хочется поярче потому что зеленый приелся хотя покупку он прошу просто нет не буду говорить почему есть незаметно был зеленый цвет нам есть будете сами конечно права есть у вас получим не у меня на машину то есть они в категории либо один категории нету меня категории есть вы знаете что сейчас а и b1 дают право управления с него ходами квадроцикл дать на бладен кстати так ну что братцы поздравляем поздравляем алексея екатерина с приобретением ирбис а тв 200 желтого цвета классный цвет классный квадрик удачной вам хорошей эксплуатации до новых встреч на маршрутах мотокурс екатерина с алексеем приехали приобрели желтый ирбис павел приехал приобрел ирбис зеленый по программе мотокурс я по программе из чего выбирали что ничего не я по программе мотокурс как выглядит оранжевое настроение несмотря на пасмурную погоду погнали чокай сантактик оранжевый я будем выезжать прям оранж павел у вас гостях братцы павел павел откуда вы все привет интересная история у меня живу в одинцово квадрик приобретают для гельца будет эксплуатироваться там это липецкая область жилист километров до отмазка очень первый первый было у меня опыт это два проката катался на югах пробовал ну и все что я знаю это по программе мотокурс все лайфхаки все нюансы как бы про него ну сейчас в жилую дмитрий объяснит расскажет все надеюсь все пойму и буду эксплуатировать как надо из чего выбирали и для каких целей сервисов ну первое это то что псм у него идет то есть хочу легально ездить как бы там до 20 лет были мотоцикл и надоело уже всю эту историю вот то есть хочется легально себя чувствовать на дорогах ну и наслаждаться но кустами здоровьем в основном просто покатушки или какие-то хозяйственные занятия покатушки покатушки в основном да сами или там дети еще и самые дети и все-все ходу и друзья волкам считаю ну что наше поздравление спасибо наш поздравление тебе грузится или еще что-то рассказать да в принципе но отмазиться на груди надо ехать да и все автомобиль то где у вас там стоит я предлагаю сразу прям зацепиться и ну вот так прям закатим братцы у нас сегодняшнего дня беспрецедентная акция прицеп бесплатно в прокат для доставки ирбиса только при покупке ирбиса да кстати да вот большое огромное спасибо дмитрий реально можно сказать подарок такой потому что история интересная самого прицепа нет это надо либо в аренду брать либо еще где-то выискать любезно дмитрий предоставил поэтому респект вам удобно не просто какой точки зрения вы живу в липец когда назад потом по мне без вариантов мне все равно надо будет нет нет мне все равно надо будет возра возвращать его этот прицеп даже если взял вариант в аренду ли он не из гильца ехать гибриле от сюда приезжать загружаться уезжать либо вот либо как мы даму либо по такому пути у нас оранжевое настроение всегда все можно решить так что все порядок ребята очень-очень такой толковый прицепчик то есть он небольшой с ним с моим оранжевым прицепом я пару раз предоставлял возможность прокатиться но довольных мало слишком здорово или кого что очень тяжело тянуть а вот этот маленький прям самая но прям быстренько раз расход небольшой как бы габариты такие не особо привыкать не нужно так что подумал а почему нет да по играет есть возможно каши есть что нету павел оплатил сколько недель две назад квадрик например он подознал уже оплачу время пришло это процесс крайний ирбис двадцать третьего года выезжаю с креми он ставочка это не так на месте на месте готова так ставим на ней тралку на ручни сми так а поворотники оправы вот этот тормоз на день не горит вот этот нет там лампочка видно вон она пыхнула этот работает позавчера пришел парковка вчера мне его поставили я понял да что вы как раз под это делали вообще просто вот теперь вы загрузились и вездеход к нам из липевской области да ну да вы знаете что же мероприятие вездеход вездеход но нет пока еще не смотрите канал добро все все добро все все двадцать третий год поехал в липецк а мы выгружаем двадцать четвертый брат бессмысленно чё-то не так плоховато заводится ручняка надо снимать ты еще будешь водить? нет, нет, сегодня больше не приедет ну и не надо не надо так не надо у меня нету вот таких моментов недоверия то есть мне звонят люди там с Кемеровской области с Новосибирска еще откуда-то они звонят и говорят Дмитрий, я говорю, да, есть кто-то? они говорят, есть, все, что нужно сделать? давайте мы оплатим как вот там хотите передадим хотите переведем хотите там так далее так далее оплатим по счету и так далее так я говорю так подождите там еще квадроцикл допустим надо подождать там еще неделю а я не спешу я вам сейчас все оплачу а вы мне потом там спокойно отправить я понимаю что вот этот момент да сам ключевой момент то есть когда вот знаете вот люди бывают боятся отдать там не знаю там 10 тысяч рублей кому-нибудь условно тому там я предоплату там 5-10 тысяч вносить не буду потому что там вот здесь его вообще нет и вот расстояние они стираются какого-то вот слава богу вот этого недоверия да нету никакого то есть отношение сразу у нас очень доверительным поэтому я не могу сказать что это продажи это ребята могут да нам как-то назвать это это сделка да там процесс я не знаю как но у нас конечно не это не покупатели нет это не покупатель этому так курсовцы по-другому не скажешь это мотокурсовцы это совсем другой мир это совсем другая история это не дилерский центр нет это не это мотокурс надо увольняться с работы чтобы было время кататься сказал николай посмотрев на свой хайсан тактик 750 вообще сила блин очень ухода показаться уже не в терпевшим бросайте работу покупайте и поехали что нам еще остается на 1 на квадроцикл 1 но с техникой знакомы снегоход есть все техника и детства как бы мотоциклы и там все такое да берете вот именно у вас компания из какая-то либо семейные пока семейно там как бы у друга есть таки привет серега попросил передать подписчик тоже ваш значит у вас уже компания все-таки есть ну будем как-то на снегоходах и есть квадроцикл или у него старенький такой да какой по моему суточка какая-то она уже уже на снегоходах вот мы с ним уже катали зимой на тунгусика тоже понравилось очень где катаетесь а там кировская область как бы или в кировскую область море 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 вил тут вот мы как бы с ним рядом отлично почему выбрали хайсан даже я не могу сказать понравился машина буквально машины на самом деле одном поменьше как-то но это это вообще не это сила как уже ну я тебя спать на нем буду на фото как бы это уже не на машине домой ехать а именно на нем братцы оперативно информирую что хайсан тактик комплектация extreme эдишен официально завершена квадриков не осталось нигде кроме как в мотокурсе потому что мотокурс предусмотрительно все выкупил 550 очка камуфлированы у нас есть и два оранжевых 750 их с выносом радиатора и защитой днища extreme эдишен готов ко всему тест-драйв замутим можно немножко газануть сейчас выйдет главный специалист денис можно что можно заводить конечно можно все же нужно николай первый раз ключ тормоз и зеленый кнопки заднюю передачу тормоз нажимаете на кнопочку вот здесь смотрите индикация у вас сэр да то есть задние все ручники сняты плавный газ погнали николай такался гонщик у нас дать все изучит там тогда ну вы довольны ну да довольна за рулем будете кататься посмотрим 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 он же прямо с буксом так это просто подрывает от жопы по грунтовочкой гулять это блин блин подожди нас это сфокусироваться вообще короче бомба понравилось короче вообще от газу даешь чувствуешь жопу уже это блин адреналитик такой это блин вообще здорово погрозит она на на привыкать на потихоньку сначала а то можно на на перевернуться да ну чуть-чуть до навыков сейчас мы думаем дня два выходных одних хватит прикататься ну а то да прямо подрывает он это да конечно подрывает а что ему подрывать то здорово так блин это прет вообще здорово мягко да подвеска вообще понравилась им прямо по ямкам она проходит очень хорошо усилитель тоже легко так все хорошо блин практически ну как на велосипеде вообще блин очередной хайсан тактик 750 мотокурсовских цветах уезжает в кировскую область все уже все я застегну что как как вылезти да вот 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 николай же хотел на нем поехать а вы говорили что у вас права есть да вот он в прицепе на нем поедет нормально сейчас хорошо как родной сел да футляр так что переживал что то не 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 да все огонь огонь блин я хотел по дороге покататься давай закрывай всем довольны все хорошо вообще очень довольны большое спасибо от души до свидания до свидания до свидания счастливой дороге люблю свою работу мотокурс земля большая люди новые вступают не можешь встать и ты наши дружные леты сложный время не маршрут приключения нуждут нам в природе перекус это все есть мотокурс газ газ болота и сугроб и все честные мы готовы проезжаем каждый раз скрипка нужный газ газ люди городах на воде утонули как в болоте чтобы степить жизнь пус существует вот этот пус Братцы, это Хайсан Сектор 750 Winter Travel с отопителем и омывателем. А это Александр, его владелец. Всем добрый день. Владелю, в общем, квадроцикл Ямаха Гризли. Какого года у вас? У меня Ямаха Гризли 2010 года. Боевый товарищ, да, все с ним хорошо. Неубиваемая техника. Да, неубиваемая техника, все классно, все хорошо. Но, как говорится, для своих целей, вот хотел как раз теплой кабиной, чтобы можно было зимой выезжать с семьей, спокойно выезжать в лес по грибы. Опять же, для хозяйственных целей, кузов. Вот, захотел вот такую вот технику. Поэтому, спасибо большое, техника красивая, отлично, отопитель работает, все работает. Будем эксплуатировать, смотреть. Но, я думаю, проблем никаких не будет, разберемся. Сразу пришли к Хайсану или смотрели какие-то варианты? Смотрел варианты в плане Аоды, всего другого. Но, честно говоря, цена-качество. Я проездил, посмотрел, но я не совсем понимаю, за что столько денег платить. Ну, как бы так, адекватно. Ну, и вы, как Ямаха-вод, понимаете истоки, да? Да, тут все просто, все понятно. Один горшок, в принципе, все как компоновка, все как на Ямахе. Везде есть прекрасный доступ. Поэтому, я почему, я говорю, я технику основу сам стараюсь обслуживать. Поэтому, по возможности, буду делать все сам. Основной момент, я искал именно с теплой кабиной, с отопителем. Это все... Для зимы? Для зимы, да. Потому что зимой, после этой мы катались, в минус 27 на квадроцикле. Это не очень хорошее удовольствие. Да, вообще не вариант. Поэтому, там особо мы никуда и не заезжали. А на этой можно будет спокойно выехать, грубо говоря. Там не особо одеваться. Неплохо в кабине. Вспомните мое слово, без шапки. Проверим, все потестируем. Спасибо большое. Пейс-драйв вчера прошли. Как ощущения? По мягкости? По мягкости, ну, у меня до этого и ездило на маленькой, на Polaris Ranger. Ну, опять же, она открытая. И по мягкости не могу особо сказать, скакали в горах большей частью. Но он идет мягко, хорошо. Но я же говорю, у меня опыт вождения есть. Мы на Кавказе ездили на Polaris. Поэтому, в принципе, все то же самое. По компоновке, по размерам я посмотрел один в один машинка. Отлично. В общем, вы довольны? Ждем от вас отзывов. Дальнейшее поздравление. На связи. До свидания. По технической части, вот там у них вот много... Чупо находил. У нас их мало пока. Но Штаты ездят, я так понимаю, они уже давно их эксплуатили. Очень давно. Я об этом очень часто тоже говорю, что вот наши... Ну, во-первых, мы, в принципе, вот эту форму машинку, да, по хозяйству не распробовали почему-то. Не знаю почему. А то, что касается Хайсана конкретно, он давным-давно в Америке. Их очень много, много дилерских центров. То есть, прям гуглишь, там их полно. Вот они вот настолько прагматики люди сами. Они ерунду не возьмут. Да, все равно так, паркуемся. Добро. Тестовый вариант отдал. Ну, а что делать, нету зимней комплектации, нету. Вот есть, пожалуйста, варианты без отопителя и без омывателя. Даже с кабиной. Но я вот как вот человек, который сам теперь фанат отопителей и омывателей, могу сказать, что это не вариант. Не самый такой нормальный вариант. Вот все-таки максималка, это вот прям вещь. Ну, Александр позвонил, поговорили. Забираем тестовую. Со слезами, можно сказать, на глазах. Ну. Очень, на самом деле, понравилось. Очень мягкая. Очень вместительная. Она вот вроде как и не маленькая, но она и небольшая. То есть она вот примерно сопоставима с длиной, ну, допустим, какого-нибудь там вот большого, да, квадроцикла, двухместного имеется в виду. Ну, чуть-чуть пошире, но при этом она очень классно маневренная такая, едет хорошо. Ну, и, конечно, кабина решает. Мягкость хода достигается за счет правильных амортизаторов. Все в комплектации есть. Лебедка есть, защита есть, усилитель есть, омыватель есть, отопитель есть, кабина есть, полный привод есть, блокировка есть, даже литые диски есть. Трехместная машинка. Миллион четыреста девяносто девять тысяч рублей. Это ее цена в максимальной комплектации. Выведены по грамотно шноркеле, сразу говорил уже, да, то есть, ну, если под не супергрязевую такую водную эксплуатацию, то даже заморачиваться больше не нужно. Если, конечно, прям броды серьезные брать, то, конечно, можно уже и сзади шноркеля выводить. Удобный доступ ко всему. Радиатор здоровый. Здесь у нас на быстросъемах, тык-тык, крышечка. Продуманный, рабочий, прагматичный вариант. Пока сектор. Классная была машинка. Вот тестовые экземпляры, конечно, вот не всегда вообще вот так вот ожидаешь, но к некоторым прям прикипаешь. Потому что, ну, когда классно, оно реально классно. Подытоживая всю вот основную, наверное, мысль, которую я хочу передать, я хочу передать то, что вы увидите мотокурсовцев, вы не увидите покупателей, вы увидите мотокурсовцев, вы увидите сколько людей, столько мнений. То есть, одним нравится одно, другим нравится другое, третьим нравится третье. Одному зеленый, другой желтый, одному быстрый, другому утилитарный. И, как бы, когда вы выбираете технику, ну, самый основной вопрос надо задать себе, да, то есть, зачем мне квадроцикл? Чего я от него жду? Чего я от него хочу? И вот, когда вы на этот вопрос себе ответите и посмотрите вот такое видео, вы наверняка увидите совпадение, сочетали, да, то, что вот мне тоже вот, мои задачи такие же, мне тоже для таких задач, и так далее, и так далее. Ну, и, соответственно, попадете в семью мотокурс, и будете, в любом случае, мы будем вас агитировать за посещение вездеходов и прочих других наших покатушек. Ну, что ж, братцы, первый овражек на пути у наших путешественников сегодняшних. Сейчас ребята вам сами все расскажут, я забегаю вперед, просто покажу вам, какие у нас красявости на маршрутах. Итак, первый квадроцикл у нас представительниц прекрасного пола. Пес туда, отлично. Молодцы! С нами теперь катается Руслан на Эндуро Ирбис ТТР-250Р. Рус у нас профессиональный мотоциклист. Красавец! Нормально прошел? Да. Он справится с маршрутом? Спокойно. Как вам первая препятствия? Степан, расскажи, как тебе первая препятствия. Класс! Класс! Ты за рулем! Хочешь грязи надо, скажи? Да. Будет! Братцы, у меня Ирбис, гряземесу подготовленный. Я как бы на нем. Сейчас буду штурвовать. Там ребята, конечно, на полном едут, им попроще будет. Но есть и на заднем приводе, на квадроцикле Ланчин. Вот у нас группа. Мы знакомимся с ним все ближе и ближе. В общем, будем брать. Не, ну чуток подразмесил, но не могу сказать, что это было прям сильно трудно. Нет. Прошел прям, ну пару раз там повилял немножко корпусом. А так все отлично. Сейчас посмотрим 300-й Ланчин на кардане. На кардане, но, ребят, штатная резина. Тут вот такой момент. Отлично проходит первый участок. Ирбис ТТР-250Р на офф-роге. Не так часто увидишь эту модельку здесь. Но, тем не менее, она же предназначена и для грязи, и для дорог. Да, под крыло вот там грязи уже набилось. Набралось нормально. Хочется навалить, да? Ну да. Там чувствуется, что по грязи же. Мы потихонечку отпускаемся и потом подогоняем его. Интересно. Есть такое, да. Здесь какой есть нюанс? У вас квадроцикл полноприводный. Это задок. А это заднеприводный. У вас квадроцикл условно там 800-900, а это квадроцикл 300. Но мы что делаем? Мы взяли на него и поставили резину Макси Зилу грязевую. Я понял. И он поехал прям при навыках определенных. Он поехал прям я где хочешь могу проехать. Я понял. Значит, естественно, он не пойдет так, как полный привод. Но вы идете, чуть-чуть его... Ну, рассказывай. Ну, рассказывай. Я понял. Тут профессионалы. И видите, мы тут сделали серьезную шнаркелизацию. Ага. То есть можно прям как вы хотели. Я понял. Прям газ в палас и как бы погнали. Хотите в натяг, хотите газку. Может прям вне все все не откажут. Может все не... Ну, я... Он наш шнаркеляхт наш тестовый. Мы не боимся воды вообще от слова совсем. Качайте вот так. Вот так качайте. Да, ногами, ногами. Не-не-не. Вот так. Раз-два. Вот так, да. И газ. Пошел, пошел. У меня прилетело. Здесь поинтереснее. Здесь пободрее. Пободрее. Нет, прям чувствуется, что подработать надо. Но когда побеждаешь, да... Почувствовать нужно немножко вот этот баланс. Да, да. Лево направо. И так прям отлично. Да, он за счет резины и за счет того, что он легкий. Потому что мы его даже сравнивали с полным приводом. Где-то полный привод прям... А если у полного привода выключить передок, это вообще несравнимая вещь. Что-то вообще не едет. Резина решает. Да, резина решает. И с ним реально правильный баланс газа нашел. Качаешь его. Можно даже в натяг потихоньку. Как бы быстроко, эффектней, красивей. Эмоциональней. А когда в натяг потихоньку и качаешь, он прям ползет, ползет, ползет. Резина решает. Вот так вот. В натяг. А тут клируется, хватает. Почки не хватает. Котором. Ноги залило. Ну, на каком больше понравилось? Ну, мне, честно говоря, на том больше понравилось. Там потереть здесь проехало всего, а там она немножко половить. У нас люди приезжают, просят прям задний привод. Порос. Пора. Поделитесь. А, я супер просто. Очень круто. Тебе как? Хорошо. Нравится? Да, мне понравилось. Молодцы. Кто наши девушки? Супер. Вообще огонь. Газ, 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 газ. Отлично. Ага. Ага. Сначала сделаем работу над ошибками. Что мы сделали неправильно, скажите? А я боком заехала. Боком заехала. Первое, да, выйти под прямым углом. Но сейчас-то вы уже нормально, да? Поэтому сдаем задом до того момента, чтобы передние колеса к березе. Надо нажать на газ, чтобы по инерции он перепрыгнул. Я поняла, а потом направо. А потом можно просто затормозить или направо. Там дерево. Да, там дерево. Окей. Окей. Отлично. Победа. Восвещенный зритель. Один из моих самых любимых участков этой трассы. Особенно в это время года, когда он водный. Водно-насыщенный, можно так сказать. Ну что, возьмем его, как всегда, первое, правильно? По русской традиции. Да. Выслушаем внимательно. Есть ли, может, что сказать? Для спокойной семейной езды, для безопасности, это надо полный привод. Если эмоции... Дрывануть. Да, да, да. Поинтереснее. Единственное, надо колоночки поставить, и музыку хорошую. То для максимального кайфа, это вот этот аппарат, и обязательно с задним приводом только. Ну, единственное, хорошую резину. Вот это прямо зацепило. Ну, что, зацепило. Один раз, да, проехали, одну всего один участок, и я уже, да, к нему тянем. Вот это гораздо интереснее, да, он эмоций больше дарит. Интереснее. То есть, вот ощущение, эмоции, да, это что? Больше, гораздо. Преодолеть. Да, 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 да. Там уже надо помучиться, посмотреть что-то. Подумать. Подключить успеть. Ну, и плюс еще и размер, мне кажется. Я всегда смотрел, что побольше, поинтереснее. А вот то, что он маленький, это и плюс. Плюс, он легкий. Более маневренный, и раскачиваешь. И раскачиваешь, да. Этот вообще не раскачаешь. Этот, если сел, его только лебедить. Там все. Если есть, за что. Да. Вот, мы их очень-очень любим, эти квадроциклы, на самом деле. И не первый год, вот прям мы на канале потом посмотрите. У нас очень много видео, мы очень серьезные грязевые маршруты. На них проходили и проходим. И в этом году, скоро 1 июня, поедем. Вот мы их готовим. Шнаркеля все, мы едем на маршруты, где полный привод ездит. Где уазы подготовленные, заряженные есть. Там прям все убито. И мы на них везде проходим. Ну да, иногда приходится покачать, потолкать. Там все бывает. Но в основном едем. Но это интереснее приключения. Да, и доработки. И он стоит-то недорого. И ремонт вообще трехкопечный. Что хочешь сделать? А по запчастям все есть. Все орехово злыло. Завод делает наш. Мотор только китайский. А так он с ПСМ, с документами. И по городу можно. Ну так можно, естественно. Где угодно. Ну так все шикарно. 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 Трехсотка, да? Двухсотка. А, двухсотка. Блин, его хватает. Хватает 12 лошадей. Да. Смотрите, разгоняемся. Нам главное не останавливаться. Смотрите, чуть-чуть побольше разгон, чтобы когда вы подъедете, у вас по инерции пошел он. А потом не отпускаем газ. Давайте. Газ. Класс. Отлично. А для снарлера вообще ни отчего. Он там не напрягся. Стоп, 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 девочки, стоп. Центр тяжести. Туда. Весь. Больше, больше, больше газа. Давайте, давайте, давайте. Я боюсь перевернуть. Я тоже боюсь. Погнали. Газ, газ, газ. Отлично. Оп. Ну, это вы опрометчивы. Да. Как бы вот отсюда оно и берется. Люди приезжают. Люди тестируют технику. Люди сравнивают технику. Сравнивают задний привод. Сравнивают полный привод. И потом мы с вами смотрим видео о том, как тот или иной наш мотокурсовец уже покупает квадроцикл, который ему понравился. Александр. Я влюблен. Ирбис 200. Я смотрю, прикидывал у нас мотокурсовские. У нас оранжевые цвета. Наши цвета. А я знал. Вы знали, да? Куда вы ехали, да? У меня на самом деле переписку подсмотрел уже, знал, куда едем что-то. Вот оно что-то. Спалил, спалил контору. Ревности нет никакой в 200-ке? Ну, я не знаю даже. Немножечко так. Это пока ее нет, поэтому пока нет ревности. Сергей, что скажет? Сергей в восторге. Просто. 200-ка, это просто эмоция, это пушка просто. На этом, как на автобусе, за хлебом, на работу. А это вот поехал и прям глаза закрыл и помчал. Вот за это их любят. А на том детей в школу выездят, этого можно. Так, вы мне расскажите о маршруте. Девушки нам скажут тут о природе. Ну, бревна это все. Бревна? Бревна наша все, да? Мы хотели, у нас, у меня просто ребенок очень любит деревья, бревна. Я вообще хотела беспалево до дома его докатить. Но пришлось переехать. Да. Но потом пришлось перескочить сегодня. Это очень круто вообще. Эмоции прям зашкаливают. Это... Мы еще думали, будет, вдруг сейчас будет прямая дорога, там, где мы поедем, так это лайтовенько. Ну, это прям... Так, а вы катались, вы говоря, где-то в Московской области? Ну, мы один раз катались, я не знаю, лет 10, наверное, назад. Можно вас поближе попросить? Вы же катались, да? Мы катались. Лет 10 назад. Ну, как расскажите, и как вот относительно... Там маршрут короткий был. Там еще в одном месте где-то мы его полностью утопили, там руль один торчал. Ну да, ну и то я не сидела. Ты проезжаешь. А, ну ты вылетела, как-то. Нет, ну так там просто мы по полю ехали. По полю, скучно. Я вам скажу, да, очень хорошо. Так, давайте на это самый запоминающийся момент. Когда я ехала вот так двумя ногами сбоку, ну, чтобы не перевернуться. Когда вы езжали из этого и вас кренило сильно, да? Да, да, да. Так, как понял, Александр? Ну, я думаю, мне даже не надо объяснять это. Когда я на двухсадочке ехал, я только слышал эти шлепки по спине грязи. Те 200 метров, которые... Я бы, на самом деле, родних еще раз бы проехал, как мы о нем прям. В следующий раз можно кардинаты скиньте, мы там встретимся. Куда подъедете, я перееду и можно... И можно уезжать, да? Можно уезжать. У меня все лужи. Все лужи? Да, я думала, я там просто сердце где-то вот там оставлю сейчас. Ну, у меня кусты, которые вот эти залетел. А, сходом, сходом хотел взять, которые... Да, да. Чуть-чуть там не хватило. Немножко не хватило, да. А так почти... И кусты, кусты это образно. Там, смотри, упало дерево, и ветки такие, знаешь... И мы идем по трассе, а Сергей передо мной едет, я сзади еду его снимаю. Я думаю, ну, сейчас, наверное, остановится. Он такой, нет, на Ирбисе, на Ирбисе. Вот их тестировали Ирбисе. И он по прямой баба, ну, чуть-чуть реально. Чуть-чуть не хватило. Не хватило, главное, настойчивости. Ну, надо было газу больше. Да, а так бы он пропер бы, ну, могли бы немножко покорябаться. Ну, плюс с детьми ты здесь награничиваешь немножко. Немножечко. Если без детей музыку музыку туда... Ну, дети вообще, мне кажется, за руль хотели и сами сесть. Очень... На попроще чуть-чуть маршрутик, можно их посадить. И так тоже, по лайк, вот именно детский сделал. Если будет день рождения, там, наберете. Все, с днем рождения вас. Поздравляем вас с вступлением в Мотокурсовские ряды. Спасибо. Вообще огромное. Давайте, до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо огромное. Кинем, кинем. Вы не забудьте все ваши видео. Я там, кстати, фото-андуро сделал неплохие. Отлично. Все фотки и видео, если можно, мне в Телеграм. Все скинем. Хорошо? Да, счастливо. Договорились. Счастливо. Кинем. Все фотки и видео. Субтитры сделал DimaTorzok